У нас было Sleep Over Party. И в 12 часов ночи мои нервы сдали. Сегодня мы гонимся в магазин Sam's Club. Купить стандартный набор потребителей. Остальное посмотрим. Поэтому Sam's Club и Костка рулят. А вот фиг вам. Ну все, идем в магазин. Вот, блин. Ты сегодня дерзкий. Тачку давай. Я не хочу в них купаться. Гулять так гулять. Разрешать тебе выбрать. Офигеть, развод. Я тебе тушь тогда еще дарить не буду. Крубер можно вызвать по холодильнику. Блин, она просто бомбически вкусно. Это очень полезно. Я мечтаю здесь купить. Бери тот, который под полчиком. Всем привет. Вы на канале Наса Жизнь в Америке. New life is my life. Сегодня мы гонимся в магазин Sam's Club, чтобы купить себе чего-нибудь вкусненького. К примеру. К примеру, купить стандартный набор потребителей нормальных продуктов, чтобы поесть. У детей закончился сок. У нас закончился сок. Все. Остальное посмотрим. Не, ну реально покупать сок в Smart & Final на 70 центов дороже. 70 центов это практически доллар. Да. И облачный сок дороже. Поэтому в Sam's Club и Костка рулят. Ну все, идем в магазин. Короче, в Sam's Club... Новые правила. Новые правила. Чего-то они, наверное, БТ посмотрели или что. И, короче, решили у нас на входе проверить карточку нашу. Мембершип. Всех проверяют? Не, ну всех проверяют, да. Но, в общем, раньше это встречалось в Костке. В бизнес-центре это встречалось? Нет, наверное, один раз мы видели это в обычной Костке или два. И постоянно спрашивают в бизнес-центре в Костке, которая магазин для магазинов там, но вы видели. А кто не видел, сходите гляньте, у нас есть видосы с этого магазина. Вот. Ну сегодня, блин, спросили в Sam's Club и он такой, ему так неудобно было. Я говорю, у нас есть и типа тачку давай. Он дает тачку и опять с неудобством переспрашивает. Ну, ему неудобно напрягать получается. Ну да. Ну, в общем, мы ему показали. И он остался доволен. Давай покажем красивую майку. Такой интересный флаг на ней. Ага, да. Ну так тем более. Прямо вот, можно сказать, на центральном проходе такой классный костюм для купания. Так, да. Вот написано. The Exposer Swint Run. Короче, вот такая классная майка. Она такая, как шелковая, да? И шортики. Да, так написано вон для купания. На этом самом. На ценнике. На ценнике написано. Так, но если это вот эти шорты, то, блин, ты знаешь, они столько весят, что я не хочу в них купаться. Учитывая, как они намокнут. Вот. Ну, мы свои купальные костюмы в этом сезоне решили. Я потихоньку донашиваю тот, который из Беларуси приехал. Маришка донашивает. Прошлогодний. Да. Как-то новый не выстрелил в этом году, не подобрался, не приглянулся. Да, я хочу вам тут набор посуды посмотреть. Пойдем посмотрим. Все хотят посмотреть набор посуды. Вот эти. Короче, сегодня обалденные, обалденные наборы посуды. Да. Я думала там... Просто очень красивые. Так, стоит 29,98. А вот там что? Тоже? А там 19. Зайбик, а знаешь, что... Просто чаши. Чаши, но они сверху с крышками. С крышками? Да, да. Смотри, как клево. И будет там 10 чашек. 10 чашек, 10 крышек. 5 чашек и 5 крышек. И получается всего 10 предметов. Офигеть, развод такой. Блин, я думал 10. Конечно. Но вот этот красивый набор. Смотрите, вот такой всякий вот расписанный. Шестоких и шестоких. Вот, смотри, какие красивые бананасы. Класс. И стоит всего 30 долларов. Надо брать. Надо брать. Надо брать. Что там у нас праздник в ближайшем? Надо брать. Ты не знаешь, какой праздник в ближайшем? Ну, не знаю. Какой праздник? Новый год, наверное. Я тебе тоже тогда ничего дарить не буду. Хорошо, что у нас есть посуда. Но когда хочется новую, надо новую покупать. Да, когда хочется, надо брать. Но что-то мне сегодня не хочется. О, блин. Очень красиво. Я с тобой полностью согласен. Я с тобой не дружусь. Пока не дружусь. Пока не дружусь. Я пережила и весь не играл. Так, авокадо. Авокадо. Да, твоя авокадо. Авокадо пока порядок наводится. Авокадо не берем. Пойдем с сока начнем. Да, традиционно. Давай. Пойдем паника. А то у меня сегодня нос заложен. Я не смогу понять. Ну, чего ты смеешься? Вот эту нюху. Я хочу ее помнить. Вот эта, смотри, какая прямо черная. Блин, она просто бомбическая. Вот я хочу вот эту зайку. Мы сразу ее приготовим. Ну, в смысле, и сегодня ее слизим, потому что она пахнет вообще. Да, вот эту вот эту нюху. Подожди, а та с другой наклейкой. Но она тоже. В общем, клубника 2LB348. Вот такая. Хорошо, папа. Берем две. Одну тебе, одну мне. Хорошо? Ну, нифига не чувствую. Ну, что у меня с собой? У тебя заложено. У нас клубника просто. Запах просто. Вот как будто ее рвешь на огороде. А у зайки нас заложено. А вот как вы думаете? А вот как вы думаете? Вот я тогда зимой очень сильно переболела, да? И мне кажется, что я стала плохо слышать на дно уха. И у меня вот как бы я хуже запахи различаю. Может это быть последствием гриппа или нет? Может. В общем, 5,28. Апельсиновый сок. Один галлончик. А мы сегодня... Нет. Кофе не нужно? Есть. В Сэмсклабе сегодня вот такую вещь откушаем. Натуральный клубничный. Клубничный. Морковный сок. Морковный сок, это очень вкусно. Это очень полезно. Зай, но он же без суток. Он очень вкусный. Он очень вкусный. Зай, мы уже покупали дома такой и кроме тебя никто не смог. Потому что он очень вкусный и хорошо, что никто не смог пить. Это хорошо. Потому что никто не может такое. Так, а сейчас мы сюда двигаемся. Я мечтаю здесь купить рыбные бургеры. В общем, мы в поиске бургеров. А что у нас по йогурту, Зайка? Давай-ка йогурт зацепим клубничный. Два раза. Два. Два. Клубничный йогурт. Доллар 98. А почему-то я в холодильнике? Потому что я в костке замерз. Зашибись. Ты деловой. Тут холодильники плохо. Значит, в следующий раз я в костке. По 900 грамм это баночка, да? По 900 грамм. Ну, в общем, да. Вот так вот. Два паунда. 900 грамм. Два доллара, грубо говоря. Давай еще два паунда. Так, обязательно. Так, бродим в поисках бургеров рыбных. Ну, и вообще, ознакамливаем все. Вот, кстати, с мобильами. И, кстати, на вот этот набор овощей. Так, давай зацепим. Думаешь? Конечно. Иди цепляй хитрый. Давай зацепим. Нет, Заяц. Да, да. Давай, давай, давай. Ну, тебе же нравится цена. Правильно, кому цена нравится, тот и берет. 505. Ты дотащишь его? Сколько там? А, смотри, Зайка, там 4 по 16. Они в отдельных упаковках. Класс. Такой мы не брали, наверное, да? Похожий. Значит, получается в нем всего 4 ЛБ. Короче, там 4 пакета по ЛБ. Вот такой вот красоты. Ты решила еще один микс? Вот этот традиционный наш, который для Алисы идет. Ну, я уже рассказывала. Получается, что с 98 он тоже по 10. Тоже 4 ЛБ. Ну, я рассказывала раньше, как я рис делаю. У нас все. Расскажи, никто не знает. Кто не знает. Даже малыш заценил. Малыш, это я всех детей почему-то кроме своих малышей не знаю. У нас была вечеринка, Sleep Over Party. Я отдельно запишу на эту тему. Подожди. Ой, у нас... Кот, мне надо остановиться и пережить это снова. У нас был Sleep Over Party. И в 12 часов ночи мои нервы сдали. Это когда приходят дети в гости с ночевкой. И они не лимитируются в плане времени игры. Они играют, они кушают, играют, кушают там. В общем, точнее не лимитируются. У них нет времени, когда их нужно спать положить. Они не ложатся спать, короче, пока не упадут. Они все ночи, да. И вот, в общем, Джейсон, походу, упал. Максим уже расскажет, как он по утрам увидел. В общем, ко мне в 10 Саша поднялся наверх. Я наверху уроки делала. Мама, а можно я тоже буду на, типа, Sleep Over Party? Ну, со старшими детьми. Ну, я так прикинула. Думаю, ну ладно. Думаю, все равно уж срубится. Но он, как красавчик, минут через 20 пришел, сказал, очень шумно, очень поздно. Можно я лягу спать сверху? Я говорю, конечно, можно. Положила его, когда уходила из комнаты. Он такой, мамочка, ты, говорит, еще и дверь прикрой. И, в общем, они играли. Вначале было тихо. Потом я уже сходила в душ, все. Спустилась к ним, сказал, ребята, что, ну, я-то не на Sleep Over Party. Я пошла спать. Но, если что, я всегда, типа, будите меня, если что-то нужно. Это была, наверное, половина первого, когда я проснулась от того, что на первом этаже бесконечно лякали двери в туалете. Стыд, стыд. Я вдохнула и думаю, ну, это нормально. Второй раз вдохнула, на третий раз накинула халат. Пойду тому, уточню, что же там нормально происходит. Они играли в прятки. И для того, чтобы кто-то считает, ну, кто считает, он бегал в туалет считать, выбегал и кричал. В общем, я выступила как панк полицай. Я им сказала, что играть в прятки, ну, ее нифига не надо. Играйте, говорю, а что-нибудь другое. Ну, и, в принципе, они как-то стали потише. Ну, они тихо стали. Плюс я еще отозвала немножко в сторону Антоши. Я говорю, Антоши, понимаешь, мы же не в частном доме живем, где у нас 50 метров до одних соседей, а у нас соседи по бокам. Мы не можем так, ну, совсем уж пацик устраивать. Ну, в общем, было нормально. Так вот, к чему я пройдусь? А, это смесь. Мальчик заценил этот рис. Я готовила им на ужин такой рис. Американский ребенок ел. Да, русские карлеты он ел. Суп я не предлагала, потому что я подумала, что он вообще суп не ест. Надо предложить в следующий раз. Ну, как я поняла, мне надо привыкать к слепому оплате. Я, наверное, буду к соседям уходить на это время. Потому что, конечно, они умеют развлекаться. Так, еще мы решили зацепить грибов. Будем белые брать или коричневые? Коричневые, они лучше пахнут. Берем коричневые, которые лучше пахнут. Мы же не будем брать впереди, которые остались. Мы возьмем из целой коробки. Так, вот такие вот грибочки. Так, их получается там 20 тысяч. Сколько здесь? Зайка глянь. Озвучь, сколько их там? 600 грамм, по-моему. 680 грамм. За 3,98 грамм. Я почему выбираю коричневые? Потому что мы пробовали покупать коричневые, белые. Они так сильно пахнут. Вторичневые пахнут. Прям вот если тушить, то прям грибы получаются. Если суп, то как лисички. Потому что в Беларуси мы не махаем ее пальцем, Сереж. Напоминаю, видите, при вас всех авторитетно напоминаю. И заставлю ее приготовить. Ты же знаешь, что до 5 июня, да? В общем, наверное, у нас кулинарный влог оживет после 5 июня. 5 июня у меня последний камень. Пока, знаешь, хорошо, что я могу с вами встречаться. Да. Ну и у нас еще так получается. Если Маришка может готовить и готовить по выходным, то получается в это время не могу писать я, потому что я на работе. Вот. Ну, двигаем дальше. Выбираем салат. Сегодня берем вот этот. 3,35. Зай, только посмотри, пожалуйста, покрути коробку, чтобы он был свежим. Я слышу. Да, я слышу. Так. Ну, сразу так запотел длины с холодильника. Огурки. Идем за огурчиками. Помидорчики мы здесь уже брать не будем, потому что помидоры... Короче, когда не сезон, помидоры... Кот, ну что ты меня все время показываешь? Не показываешь? Так что, когда не сезон? Когда не сезон, помидоры лучше всего, ну, они хорошие, их покупать в сэмси, ведь цена на них хорошая. А когда начинается уже сезон в Мексике, тогда лучше покупать Smart & Final, они там очень дешевые. И очень вкусные. И они пахнут огородом. А тут, я говорю, 3,98 и... И, наверное, на 3,32. Я просто пыталась сказать. А, давайте я вам этот набор покажу. Какой набор? Я думаю, что мы у Наташи и коснецов обнаружили. Вот эти вот рулеты? Да. Выпишем на каусинку. Может, эти машины. Они, в общем, больших полу. Но там есть где-нибудь, можно найти здесь. Все понятно. Ну, короче, если, да, вы хотите сделать вечеринку, то можно вот, и не заморачиваться нарезать, можно набрать мясного, салатного, там, я не знаю, фруктового, зеленого, каких угодно наборов. Даже можно пирог готовый взять, просто встать. Сделаю получше. Ну, как-то сфокусирую камеру, да? Да. Если видите, что виноград вон, да, уходца у меня нет, поэтому как-то вот... То лучше взять тогда вот этот, не уходца. Нет. Лучше... Самому. Самому сделать. Но рулеты эти, вот как у Наташи было, двое волшей, ей нужно было как бы вечеринку организовать. Естественно, мне некогда с этим водиться. По мощному пути и все. Сегодня рыба к нам выплывает. Это апельсин. Берем перчики. 5,98 за 6 штук. Это, короче, получается, грубо говоря, доллар перчик. Вот такие вот разноцветные. Идем, возьмем еще что-то, мы увидели. Чернышко с голубикой. Авокадо... Авокадо... У нас дома есть или нет? Ну, мы можем стартать, если хочешь съездить. Не, мы возьмем их в этом самую хорошую цену. А, ну, давай. Просто какие-то сегодня дорогие авокадо здесь. Мы с Martin Final все равно пойдем за помидорами. Короче, берем вот такую обалденную голубику. Голубику. А я... К чему я показываю? Котик, я со стороны выгляжу, как будто немного не в себе. Выглядит как будто ты в себе. Я думала, ты снимаешь, что ли? Вот так вот ее кручил. Ну, вот я снял ее. В общем, да. Классная голубика. 4,18. Я там начал про рыбу что-то говорить. Мы будем рыбу брать или не будем? А вот она, мы сейчас дойдем до нее. Мы просто шли мимо и увидели голубику и вспомнили про перцы. Так, я за пакетиком. Давай. И будем брать вот такого полезного салмона. Короче, без шкуры он стоит 7,98. А со шкуры он стоит 6,98. Зай, мне не говори ты сумма шкуры. Я могу говорить скин, тогда будут говорить, что я делаю русском. Может, это как-то кожа называется? Кожа – это у человека. Ну, это как-то ругательно звучит для меня, Сережа. Мне не нравится. Зай, так подожди. Будем брать со скином или без скина? Мой вес будем брать. Мы хотели взять, снять с него скин и взвесить его на весах. Посмотрите. Котик, до 5 июня, да? Окей. Смотрите, от меня со всеми экспериментами. Нет, так это было твоё предложение. Твое. Бери тот, который подполщил. Сережа, почему ты тогда этот самый? Ну, этот вообще вялый какой-то. Зай, какой тебе нравится? Хорошо. Но он в дырке. В дырке или нет? Нет. Не нарушена упаковка. Блин. Вот такой вот, короче, классный салмон. И езжается подожденный на верх ногами. А то будет неудобно доставать. Мы же сегодня пойдем на селф-обслуживание. Не рви пакета второй. Оп. Чего ты мега жадный? Чего ты мега жадный? Я выбираю себе рыбу. Побольше, побольше. Я же рыбу себе выбираю. У него же от этого цена меняется. Курятину не берем или берем? Так, курятина у нас может быть либо вот такие ножки по 3.48, либо грудка по 1.67. Мы берем грудку. Ножки мы не берем. Свои ножки мы уже съедим. И мы плавно перешли на грудку. Давай я ей грудку выберу. Чего ее выбирать? Ну ладно, бери. Ну какая тебе нравится? Ладно, гулять так гулять. Разрешать тебе выбрать курицу? Курицу или грудку? Кот, блин. Ты такой сегодня дерзкий. Блин, у меня пакетный. Будем одну грудь брать или две. Я думаю, что в морозилке мороженое, я боюсь, что к соседям придется достать. Давай. Ну какую ты хочешь? Сами убирай побольше, да потолще. Ну вот эта вот такая сверху лежит. Что выбирать? Берем первую сверху. Что же мы тут перебирать будем? Опять неправильно положили? Эх, грудь то какая хорошая. Держи, держи, я еще один пакет одинок. Он может вытечь, потом будет грязно. Давай. С нее не вытечет. Вытекает даже. Не вытекает. Мы просто не покупаем пакет. Зай, ну вытекала уже. Ну да, пару раз вытекала, это я шучу. Вот. Так, в общем сегодня мы еще берем вот такие морепродукты. 1338. Называются они типа от клюевских. Да, берем? Да. Дома посмотрим, что у них там написано на упаковке. На курицу их ложи не подерут. Если курица не склюет их. Хочешь еще вот такую лапу купить? Нет, Зай, я не представляю. Как готовить? Как я готовить? Скинула в кастрюлю, сварила и готовила. А что, хочешь салат купить что-ли готовым? Зайка, это не салат, это морской салат. Морской салат. Поварила его и есть, да? Не, я наверное не хочу, Зай. Я не по этим делам. Ты не по этим делам? Нет. Я по грудке в основном. Хвост туда сегодня не будем покупать? Нет. У нас еще есть хвостик? Обрезок? Мы все, что? А, за соком двигаем. Что-то мы накидали беспорядочно. На тачку сок никуда будет. Вот курица продается, гриль по очень хорошей цене. Всем слабее. А вы на них готовите, смотрите. Но. Но я думаю, это не диковинка. Апельсины. А мне? Мандарины. Мандарины. Боже мой, какой красивый ход. Знаешь, справа. Вот так вот. Ну, я думаю, если купить валончик сливок и залить в нашу клубнику, будет в ней намного хуже. Ну, просто мне кажется, вот эта клубника под соусом, она какая-то, ну, стрёмная. Арбуз, кстати, стоит столько же, сколько вкуски, да? Так. Опа. Мы, наверное, не висадри, аттракцион. Сок вернулся на прежнюю цену. 4,48. Что случилось? Упаковки нет. Смотри, бутылки мы уже в последнее время брали в каких-то бутылках. Ну, этот... Подожди, а он хоть выцепил или нет? Сейчас посмотрим. У нас не было рубрики авто на парковке. Чтобы при Ресуков. Как бутылки эвSpace 2х0. Продолжение следует...